Группа крови человека – это генетически обусловленный иммунологический признак крови. Ее определяют антигены, которые находятся на красных тельцах. Кровь смешивают с тест-реагентом, который содержит известные антитела, чтобы определить ее принадлежность к той или иной группе. Всего их существует 4 вида – А, Б, А, Б и 0. По статистике, примерно у 40% населения земли кровь первой группы, у 32 – второй, у 22 – третий, а самая редкая группа крови, четвертая, встречается всего у 6%. Изучение и определение группы крови вообще началось и придумал ее Ланштейнер в 1901 году. Это непосредственно тот метод определения, и он дается от рождения от матери к ребенку. И определяет нашу индивидуальность, определяет, у кого какая она группа – первая, вторая, третья или четвертая, их всего 4. И определяется наличием антигенов на эритроцитах. Либо они есть, либо их нет. И в зависимости от этого уже определяется групповая принадлежность человека. Резус-фактор является наследуемым свойством и может передаваться от родителей к детям. В 1941 году американские врачи провели опыты, в результате которых удалось получить антитела к резус-фактору. Они назвали данный фактор в честь резус-макаки, на которой был проведен эксперимент. Знание резус-фактора позволяет избежать осложнений при переливании крови и решить проблемы, которые могут возникнуть при планировании беременности. Минус в том, что такие люди с нулевым резус-фактором, они при каких-то сложных ситуациях возникающих, при которых нужно проводить переливание пациенту с таким нулевым резус-фактором, доноров, к сожалению, нет. То есть найти донора для такого человека очень тяжело, потому что их ограниченное количество. В чем плюс? Плюс в том, что такой человек с нулевым резус-фактором является универсальным донором. То есть любому человеку, у кого положительный или отрицательный резус-фактор, кровь такого пациента с нулевым резус-фактором можно приливать в любом неограниченном количестве. Четвертое. Самая редкая группа крови, называемая золотой, имеет резус-фактор 0. Она была выявлена всего у 43 человек по всему миру за последние 50 лет. Ее можно считать универсальной, ведь эта кровь подойдет для переливания носителям остальных групп. Однако людям, которые имеют резус-фактор 0, при необходимости смогут помочь только доноры с таким же резусом. Золотая кровь редко передается по наследству, как правило считается результатом совершенно случайных мутаций. Считается, что золотая кровь появилась в результате спонтанного изменения гена, который кодирует резус ассоциированных гликопротеин. Этот белок необходим для направления резус-антигенов к мембране эритроцитов. Мутация гена часто связана с заболеванием, которое известно как наследственный стоматоцитоз. Гены появляются в результате мутаций или иногда рекомбинаций. Но то, что касается резус-фактора, там на самом деле этих генов несколько. И, в частности, тот же самый резус-фактор положительный и отрицательный определяется мутацией в гене антигена D. Там могут быть делеции или неактивные формы. И отсюда возникает ситуация, когда есть резус-конфликт, связанный с наличием положительного или отрицательного резус-фактора. Поскольку этот белок не работает в результате, естественно, мутационных событий, то комплекс не собирается и вообще резус-фактор любой отсутствует. Золотая кровь уникальна, но в то же время опасна. С одной стороны, у ее носителей есть возможность спасти бесчисленное множество жизней. Но с другой, им постоянно следует беспокоиться о том, чтобы избегать ситуации, когда может понадобиться переливания. Аделия Шефигульна, Кристина Отекина, Универновости.